Сегодня, накануне Дня Металлурга, временно исполняющий обязанности губернатора края Виктор Толоконский, впервые посетил Красноярский алюминиевый завод. Глава региона встретился с рабочими и руководителями КРАЗа, алюминиевого дивизиона и других подразделений компании «Русал», которые работают на Красноярской промплощадке. Поздравил металлургов с профессиональным праздником. Крылатый металл высшего качества, без преувеличения визитная карточка нашего региона. Легкая металлургия – базовая отрасль Красноярского края, основа его экономики. В корпусах завода Виктору Толоконскому показали, как рождается металл, как превращается в огромные слитки, которые расходятся по всему миру. Сегодня 40% продукции КРАЗа – это продукция с высокой добавленной стоимостью. Сейчас директор завода говорил, что я давно работаю, но каждый период времени снижаем издержки, появляются какие-то распредложения, изобретения. То есть тот коллектив, который здесь работает, он уже за счет высокой профессиональной подготовки, высокой мотивации, хорошей профессиональной организации, деятельности, он дает вот этот эффект. И этот эффект нужно, безусловно, закреплять. У КРАЗа много амбициозных задач впереди. В перспективе у предприятия расширение производства продукции с высокой добавленной стоимостью. КРАЗ планируют поставлять не просто произведенный металл, а перерабатывать его в востребованные потребителями сплавы. Новую продукцию завода, которая появится в 2016 году, уже сейчас ждут автомобильные и строительные концерны. Мы приступили к проектированию нового литейного комплекса по производству круглых слитков большого диаметра. Объем капитальных вложений порядка 45 миллионов долларов. Начало строительства в 2015 году с окончанием строительства в 2016 году. Десятки проектов, новые инженерные идеи, зачастую уникальные. Экологическая модернизация, технологические новшества. Вот что лежит в основе развития предприятия. Его движение вперед отметил сегодня Виктор Толоконский. Исполняющий обязанности губернатора уверен, такие предприятия как раз необходимо поддерживать. Это один из крупнейших металлургических заводов страны, на котором работает 4,5 тысячи человек.